Так, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Тема моего доклада прозвучала «Патоморфологическая оценка сигнальных лимфатических узлов». Позвольте начать с описания общего процесса гистологического исследования. Он включает в себя непосредственно аналитический этап, то есть работу в лаборатории, оценка препаратов, микроскопия, выполнение моногистых химических исследований, так и препреаналитический этап, который включает в себя направление на исследование забора, собственно, материал и его транспортировку. Преаналитический этап, который включает в себя вырезку и работу дальнейшую с материалом, подготовку его к дальнейшему анализу. А также постаналитические этапы, которые заключаются в написании заключения и непосредственно интерпретации врачом. Что касается направления на гистологическое исследование, существуют определенные рекомендации, существует определенное правило по написанию этих направлений. В частности, что касается лимфатических узлов, желательно указывать, выполнялась ли биопсия этих самых лимфатических узлов. Если выполнялась в нашем институте, в вашем учреждении, необходимо указывать, собственно, реферальный номер исследования для последующего сравнения, либо использования этих препаратов для обнаружения метастазов. Устанавливана ли была клипса в пораженный лимфатический узел, а также данные визуализирующих методов исследования, которые включают в себя количество описанных пораженных лимфатических узлов и наибольший размер этих самых лимфатических узлов. Далее. Что касается транспортировки материала и почему это критически важный момент для оценки гистологической последующей. На слайде вы видите эффект от задержки фиксации в формолине полученного материала. То есть мы видим, если материал сразу фиксируется, то иммуногистохимическое исследование проводится без особых проблем. Если же у нас произошла задержка фиксации больше 4 часов или даже больше 8 часов, то, к сожалению, проведение иммуногистохимического исследования может быть просто неинформативным, так как мы не получим соответствующие результаты. Либо мы воспримем их как ложно-положительные или ложно-отрицательные. Второй момент транспортировки – это время холодовой ишемии, то есть время от момента удаления хирургического образца из организма человека до момента начала работы с ним патоморфолога. И здесь стоит сказать, что рекомендованное время холодовой ишемии – это около 1 часа. Если же не получается в этот момент доставить материал, либо у патоморфолога нет возможности начать с ним работать, то рекомендуется хранить материалы в холодильном устройстве, так как это помогает в дальнейшем при оценке гистологического материала при микроскопии. Далее. Еще один важный этап – это преаналитический этап, в котором в основной момент это вырезка препаратов и в котором основной роль играет патоморфолог. Он тоже способен совершать ошибки. На слайде вы видите интересную работу. Авторы пригласили двух патоморфологов и предложили им обоим произвести вырезку из одного и того же присланного материала. Оценили они таким образом 50 случаев. То есть сначала один патоморфолог осуществлял вырезку, затем второй пытался найти максимальное количество лимфатических узлов. Как вы видите, общее количество описанных лимфатических узлов одинаковое, а вот количество обнаруженных вторым патоморфологом лимфатических узлов, оно заметно снижается с течением времени. Это косвенно отражает то, что первый патоморфолог просто-напросто научился правильно вырезать эти самые лимфатические узлы, и авторы данной работы предлагают использовать такой подход в обучении патоморфологов. Едем дальше. Собственно, аналитический этап и то, что должно быть указано в окончательном заключении, а именно статус лимфатических узлов, количество лимфоузлов с макрометастазами, с микрометастазами, с изолированными опухолевыми клетками, максимальный размер метастатического очага, наличие экстранодального распространения, также его размер, в общем, достаточно большое количество показателей. Чтобы это визуализировать, изолированные опухолевые клетки в данный момент классифицируются как рассеянные опухолевые клетки или их кластеры меньше 0,2 мм. Микрометастаз – это опухолевый очаг больше 0,2 мм, либо меньше 2 мм. И макрометастаз – любое опухолевое поражение лимфоузла больше 2 мм. Собственно, к этому тоже мы пришли не сразу. По мере того, как развивалась биопсия сигнальных лимфоузлов, развивалось и их патоморфологическое исследование. Отражением этого являются множество работ, опубликованных на эту тему. Одна из них представлена на слайде слева. Автор её уже упомянутый сегодня – Арманда Гулиано, который был одним из авторов первой работы по биопсии сигнальных лимфоузлов. Так вот, по результатам этой работы, в случае, если используется не просто стандартное гистологическое исследование в виде одного среза, окрашенного гемотоксиленом айозином, а ещё дополнительные срезы, либо использование иммуногистохимии, то частота обнаружения оккультных метастазов, то есть изолированных опухолевых клеток или микрометастазов, а также макрометастазов, возрастает в несколько раз. В это же время, то есть это 90-е и 2000-е годы, провели интересную работу европейская группа по скринингу патологии молочной железы, и они пришли к выводу о том, что в 240 центрах, которые они оценили, существует 123 различных протокола оценки сигнальных лимфатических узлов, которые так или иначе отличаются друг от друга. Собственно, налицо проблема стандартизации. Более того, чем глубже копали патоморфологи, то есть чем больше они обнаружили изолированные опухолевые клетки и микрометастазы, тем сильнее проявлялся так называемый феномен Вилла-Роджерса или феномен миграции стадии, когда пациенты с разным прогнозом, с благоприятным и с неблагоприятным, попадают в одну группу с неблагоприятным прогнозом. Собственно, это было замечено, и в последующем было предложено классифицировать в ТНМ изолированные опухолевые клетки как ПН0, то есть непораженные лимфатические узлы. В последующем, уже в 2011 году, были оценены долгосрочные эффекты обнаружения оккультных метастазов, и действительно было обнаружено влияние на общую выживаемость и безрецидивную выживаемость. Но с точки зрения абсолютной разницы в 1,2%, это мировым сообществом было воспринято как клинически незначимая разница. Поэтому, собственно, все продолжают считать, что изолированные опухолевые клетки и микрометастазы – это все-таки пациенты с более благоприятным прогнозом. Хотелось бы обратиться к ключевым исследованиям по изучению биопсии сигнальных лимфоузлов, а именно описать их с патоморфологической точки зрения. Лимфоузлы в исследовании NSABP-B32 исследовались следующим образом, то есть использовалось рассечение лимфоузла на 2 мм, окраска гемотоксилиноазином, а затем использовалось изучение двух дополнительных срезов, то есть не стандартный, просто гемотоксилиноазин, а еще два доп. среза. В исследовании Аказок Z0010 был похожий подход, но использовался затем один дополнительный срез. Они, собственно, подтвердили предыдущие результаты о том, что нет разницы в выживаемости, значимой между оккультными метастазами и пациентами с пораженными макрометастазами лимфоузлами. При этом при стандартном изначальном изучении среза по гемотоксилиноазину, то есть при первом, было обнаружено 99,5 макрометастазов в исследовании NSEBP B32, что, мне кажется, достаточная цифра, чтобы не проводить дополнительные какие-то исследования, учитывая время, затраченное на это, и учитывая стоимость, затраченная на это. Собственно, результатом всего этого являются ныне разработанные стандартные рекомендации, разные для разных стран, но в целом консенсус в следующем, что лимфоузлы больше 4 мм нарезаются по 2 мм, а лимфоузлы меньше 4 мм разрезаются на 4 части и упаковываются в кассету для дальнейшей оценки. Причем должны быть представлены все стороны лимфоузла на последующем срезе. В 2022 году группа, собственно, исследователей из Европы проанализировали существующие клинические рекомендации европейские в 34 странах. Из них отдельные какие-то клинические рекомендации по оценке материала после биопсии сигнальных лимфоузлов были описаны в 18 странах. И различия представлены, в принципе, на слайде. Действительно, срезы делаются по 2 мм, но либо вдоль короткой, вдоль длинной оси. Интероперационная оценка либо, в принципе, отсутствует, либо используется цитология, либо используется исследование замороженных срезов, либо также в части стран используется молекулярное тестирование. Дальнейшее расположение в блоках также может отличаться, и дальнейшая гистологическая оценка, собственно, тоже отличается в различных рекомендациях. Едем далее. По поводу интероперационной оценки. Два основных подхода. Первый – это цитологическое исследование. Что касается преимуществ, то это действительно просто, дешево и быстро. Возможно описание таких характеристик, как цитологические изменения, ядерный полиморфизм. Нет потери тканей при выполнении исследований. И может быть дополнительно выполнена иммуно-цитогистохимическая исследование. Что касается недостатков, то достоверно определить размер метастаза не получится. Требуется отдельный специалист, цитолог, и нет возможности отличить микро- и макрометастазы друг от друга. Что касается исследования замороженных срезов. Мы получаем сохраненную архитектонику лимфатического узла. Точное описание, где находится метастаз, есть ли экстранодальное распространение, в принципе, возможное описание. Можем определить размер, провести иммуно-цитогистохимию, и с этим методом знакомы большинство опыта морфологов. Средняя общая чувствительность метода – 73%. Касаемо макрометастазов – это 94%, а микрометастазов – 40%. Что касается недостатков метода, долговременный метод относительно цитологии, более дорогой, присутствие артефактов после заморозки, что видно на снимке слева-снизу. И мы часть ткани, к сожалению, безвозвратно теряем при выполнении этого исследования. Что касается чувствительности, специфичности, точности методов, они, в принципе, равнозначны, показывают хорошие показатели со специфичностью практически во всех исследованиях 100%. Есть еще один метод интрооперационной оценки, именно одноступенчатая амплификация нуклеиновых кислот с хорошей чувствительностью и специфичностью. В данный момент применяется в основном в Великобритании, и около 12% их госпиталей, в принципе, пользуются этой методикой. Проблема метода заключается в том, что мы практически полностью теряем материал при использовании данного метода. И там есть вопросы к сравнению макро- и микрометастазов к границам метода, к определению с помощью границ метода. Последующие исследования с использованием биопсии сигнальных лимфоузлов, к сожалению, так подробно не классифицировали, не рассказывали о патоморфологическом исследовании, то есть в их протоколах не было отражено подробностей. Тем не менее, морфологов это на самом деле не сильно расстроило, их интересовало следующее. То, как это исследование повлияло на практику. В частности, исследование КАЗОК-З-0011 привело к тому, что значимо, заметно снизилось использование интероперационного исследования замороженных срезов при патоморфологическом исследовании. В одном из госпиталей, если в 2009 году 100% пациентам выполнялась данная процедура, то в 2015-м это число состояло 2% для пациентов, которые подходили под критерии включения этого исследования. И раз уж мы заговорили об исследованиях, закончить эту тему хотелось бы данной статьей. Она интересна с точки зрения того, как клинико-патоморфологические характеристики влияют на частоту ложно-отрицательных результатов, за которые так сильно гонятся исследователи, клиницисты при исследованиях, собственно, БСЛУ или при исследовании таргетной акселярной лимфодисепции. Есть независимые характеристики опухолей, такие как низкий грейд, такие как наличие измененных опухолевью не сигнальных лимфатических узлов, причем в ряде случаев множество данных лимфатических узлов, что приводит к тому, что мы получаем ложно-отрицательный результат. Более того, статус рецепторов, в частности, гормон-позитивность, также является фактором, который независимо, статистически значимо влиял на частоту достижения ложно-отрицательных результатов. Таким образом, можно сделать вывод, что достичь ФНР равной нулю просто невозможно ввиду некоторых характеристик опухоли. Оценка сигнальных лимфоузлов после надевантной системной терапии – это, наверное, наименее изученный вопрос. Тем не менее, хотелось бы остановиться на том, что точность исследования замороженных срезов в принципе приемлемая. Частота ложно-отрицательных результатов в данной ситуации составляет 5,4%, что, в принципе, относительно неплохо. Что касается патоморфологических характеристик, которые нужно описывать, здесь есть особенности, так как для расчета стадий по AGCC, то есть стадий по ТНМ, и для расчета индекса RCB нужны два разных размера. Один включает максимальный размер опухоли, включая прилежащий фиброз, а другой включает просто максимальный размер опухоли без этого самого фиброза. Собственно, все это должно быть указано в окончательном заключении с указанием количества пораженных лимфоузлов, с указанием наличия признаков просто фиброза без опухоли, как признак ответа на неодевантную системную терапию. Как-то, собственно, вот так. Что касается БСЛУ после неодеванта, исследования ведутся, будем смотреть, что мы в итоге получим по патоморфологии из этих исследований. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok